Медицинский центр «Призма» наш друг и партнер, а мы продолжаем прямые эфиры на Укралайф ТВ и у нас в студии Андрей Бузаров, востоковед, кандидат философских наук. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Ну, во-первых, я вам хочу сказать, что эта история с вашим чудесным спасением и тем, что вы все-таки не попали на этот самолет, который трагически упал, это просто, как моя бабушка говорила, судьбу конем не объедешь, наверное. Расскажите немножко обо всей этой истории, еще раз давайте вспомним. Вы вообще как в Иране-то оказались? Я просто понимаю, что вот мы говорили до эфира, что вы путешествуете периодически по Ближнему Востоку на конференции, может быть, еще как-то. Каким образом в Иране-то? Не спецслужбы меня туда отправляли, потому что столько много... Не украинские, не американские, не российские. Столько много, я даже не знаю, как на идиотических размышлениях по этому вопросу было. Я был приглашен еще официально на конференцию 16 декабря, с оттолка до убийства Сулеймани, генерала Сулеймани. И, честно говоря, после того, как американцы убили генерала 3 января, я думал, конференцию отменят. И, ну, судя по тому, что происходило, ее должны были отменить. Но, очевидно, иранская сторона приняла решение проводить всю эту конференцию, а организатором конференции был институт политических и международных исследований. Это аналог КИМО или дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины. Такой же есть институт при МИДе Ирана. И они каждый год проводят тегеранский диалоговый форум, куда приглашают очень много экспертов стран Европы и Азии. Вот в этот раз были коллеги мои востоковеды, в основном иранисты были из Польши, Норвегии, Финляндии, Германии, Франции, Швейцарии. Очень много было европейцев, не только арабы или иранисты из Азии. Это популярное достаточно мероприятие с постсоветского пространства. Я был, из Армении были, в общем, из разных стран. И когда мне открыли визу, открыли, в конце концов, визу, 4 января из-за убийства генерала Суримании был трау трехдневный. Третье, четвертое, пятое число, это фактически шестого числа в день похорон, то сложности были с открытием визы. Но мне, в конце концов, открыли 4 января посольство Ирана в Украине. И я, естественно, сразу же пошел в кассу по стримке, то есть не через букинг, не через систему. Хотя организаторы обычно сами оплачивают билеты, но в этой ситуации я покупал билет сам. И я пошел в кассу МАУ на улице Лысенко, Лысенко, в центре Киева, и я сразу зашел, говорю, мне нужно на завтрашний рейс, на пятое, в Сигиран, и обратно восьмого, то есть день катастрофы. Вот. И работница МАУ Марина начала оформлять вот этот билет и говорит мне, может, вы на девятое возьмете, потому что он дешевле на 270 долларов, на три тысячи, по-моему, гривен, там, три-три с половиной тысячи гривен, поскольку в этот день, восьмого числа, это рейс стыковочный будет, и много будет лететь людей из Тегерана на канадский рейс, на Канаду. И как было, как оказалось, 80 человек было граждан Канады погибших. Я говорю, нет, мне надо именно на восьмой, я не хочу долго оставаться в Иране, потому что ситуация обостряется, и я боюсь, что вот Иран может ответить, какое-то обострение произойти, оно и произошло с обстрелом американских пас. Вообще удивительно, что вы вообще полетели туда? Не, ну как, это не удивительно было, я просто рискнул поехать туда, честно скажу. Я думал, честно говоря, я думал, что вот обстрел или ответ Ирана не будет такой, такой быстрый. Я думал, что он будет через месяц, месть в ответ на убийство генерала Сулеймани, я не думал, что оно будет в ближайшие дни. И я говорю в кассе МАУ, я лучше сейчас спрошу организаторов, я эту смс-переписку опубликовал в Фейсбуке тоже, я спрошу организаторов, на какой день брать. Они мне все равно пишут на восьмое число, потому что восьмого лучше всего улетать, и визу мне открыли на ограниченный период, всего лишь на пять дней журналистку, я не мог долго находиться, то есть три-пять дней максимум. Я думаю, ну ладно, восьмое, так восьмое, а Марина говорит, работница сама, все равно, берите на девятое, один день погуляйте еще, потому что я шестого прилетал, с седьмого конференции, я не мог по Тегерану погулять, и поэтому принял решение все-таки брать на девятое, и она оформила на девятое, и я полетел туда шестого числа. Шестого были похороны генерала Сулеймани, с седьмого конференция, и вот с седьмого на восьмого я платил гостиницу, восьмого числа уже за свой счет, не за счет организаторов, и вот когда я в 6.30 утра встал, я сразу чек-ин сделал, хотя за 15 минут ранее он разбился самолет, но я об этом еще не знал, об этом, честно говоря, в Иране еще никто не знал, это буквально произошло, я в семь, буквально произошло сразу, и в семь часов я вышел из гостиницы, приехал мой друг иранец, экскурсовод, образно говоря, он мне показывает местные социальные СМИ, говорит, смотри, что-то произошло, но никто еще достоверно не знал информацию, что-то произошло, да, он мне говорит на английском языке, что самолет был damaged, поврежден, и я подумал, что действительно он повредился при взлете, и никого, никаких существенных проблем не было, а начали люди выкладывать фотографии, самолет же упал не в Тегеране, он упал в пригороде Тегерана, город между двумя городами, там Аграим и еще один небольшой село, образно говоря, упал прямо в поле, и вот люди, которые там живут, они начали выкладывать все фотографии сразу, и он говорит, смотри, смотри, скорее всего, никто не выжил, и я только зачекинился, на этот же Борд 792, на следующий день, и я выложил чекин в Фейсбук и в Инстаграме тоже, и я захожу в социальные сети, а я не мог заходить длительный период, там сложности были вообще, в Фейсбук заблокирован, в Иране, как и Телеграм, я зашел в социальные сети. А интернет свободен, да? Интернет доступ свободен, но многие мессенджеры заблокированы, и вот когда я вышел в Телеграм и в Фейсбук, тогда все мне писали, эксперты, журналисты, уже в Украине знали, что разбился самолет, это было приблизительно через час после катастрофы, через полтора, может быть, и вот тогда, когда я сразу же опубликовал свой селфи, что я нахожусь сейчас в Тегеране, тогда, естественно, родственники и знакомые успокоились все, вот даже написали многие люди, которые не любят меня, не очень любят мою позицию по многим вопросам, но написали и проявили определенное беспокойство, и, естественно, я целый день фактически комментировал онлайн ситуацию там, поскольку я единственный оказался журналист, и изначально, и как оказалось впоследствии из Украины, насколько я знаю, никто не приехал из Украины, потому что никому, наверное, нельзя было быстро так открыть визу, именно из журналистов или экспертов, приехали только делегации официальные, которым в срочном порядке официально на уровне государства открыли визы, но журналистов, насколько я знаю, никого не было, я поэтому эксклюзивно два дня освещал эти события, сам вникал, сам общался, я был в посольстве нашем, поэтому таким образом, просто, честно говоря, страшное сечение обстоятельств было, когда я узнал первое о том, что произошло, я почему-то сразу подумал об обстрелах, которые были за два часа, за три часа со стороны Ирана и Ирака, и я подумал, ну, наверное, случайно мог попасть могла ракета, именно ракета дальнего действия, никак не зенитное орудие, о котором сейчас все говорят, и я подумал об этом, но как аналитик я понимал, что это тоже невозможно, поскольку, во-первых, обстрел иракской территории, американский баз происходил с территории отдаленной от Тегерана, со стороны границы Ирана и Ирака, это почти 600 километров от Тегерана, где взлетал украинский самолет, во-вторых, время не синхронизировано было, по данным CNN, я сразу же посмотрел, последний обстрел прекратился в 2.45, а украинский самолет взлетал на три часа позже, причем с опозданием, до конца не выяснено его возданием, почему он не в 5.20 взлетал, как обычно, а он взлетел, по-моему, в 6, и в течение 10 или 15 минут он уже упал, поэтому я понимал, что это невозможно, в принципе, избить его дальними, ракетами дальнего действия, но я тогда не знал о том, что, возможно, антисистема ПВО сработала иранского, и, естественно, я не мог представить, что такие последствия могут быть, и изначально, когда я комментировал для всех СМИ украинских ситуацию оттуда, я ссылался на источники в Иране, что, скорее всего, техническая какая-то ошибка была, потому что представить, что кто-то мог сбить по ошибке, тем более, я не мог, это нереально было в той атмосфере. Но, между прочим, и украинское посольство тоже выступило тогда с очень таким смешным заявлением, правда? Смотрите, я был дважды в посольстве Украины в Иране там в тот день, я вечером общался с Сергеем Бурделяком, с послом, сразу хочу отметить, и все спекуляции, я считаю, некорректны по отношению к посольству, я видел колоссальную, просто колоссальный объем работы, которую делало посольство, во-первых, там немногочисленный персонал, но все очень высокопрофессиональные эксперты, многие владеют ФАРСИ, наши украинские дипломаты там, они максимально оперативно подготовили сотрудничество с иранской стороной. Сразу хочу прекратить все спекуляции по поводу того, что иранцы там противодействовали, никак иранцы не противодействовали, они максимально были открыты, и президент общался наш с их президентом, с Рухани, и главы МИД созвонились, Зариф и Бристайка, сразу же были открыты все документы, все доступы, все визы нашим экспертам, и буквально в тот же день, в день катастрофы, наша делегация из Киева выехала большой группой, вылетела, точнее, в 10 часов вечера, и уже ночь она была там. И все это посольство принимало. Единственное, что да, вот тот эпизод, который связан с опубликованием информации, дело в том, что, как и я, как и человек, который находился в гуще событий, посольство взяло вот эту информацию с официального сайта ИРИМ, иранского официального информационного агентства. И вот на основе их они опубликовали, потом и убрали. Но это не была позиция посольства, исходя из ситуации. Поэтому очень много сейчас спекулируют. Я считаю, что это несправедливо, я могу просто опровергнуть всю критику в адрес посольства. Тут, скорее, вопросы возникают нашим центральным органам исполнительной власти. Потому что, как показал результат всего этого, у нас уникальная ситуация сложилась. У нас, получается, американцы и канадцы, которые не имели доступа к месту трагедии, вообще ни к чему, они публиковали фотографии и видео их СМИ. А наша делегация, которая приехала, ничего не публиковала, не говорила. И когда весь мир уже начал говорить о том, что это, скорее всего, было сбито, наша делегация, наш официальный центральный орган исполнительной власти, безопасности в Киеве, начали говорить, что да, скорее всего, она была сбита. И когда весь мир уже публиковал фотографии с ракетами зенитными, мы не публиковали ничего. А потом уже опубликовали на сайте президента, или не сайте президента, или сайте РБО, я сейчас не помню, фотографии повреждения. Вопрос, почему мы имели эксклюзивный доступ к месту трагедии, мы имели эксклюзивный доступ к рангской стороне, никто в мире не имел этого доступа. Я думаю, что когда наши эксперты приехали на место, они прекрасно все видели, что произошло. Они прекрасно понимали, что произошло, потому что по местам, по последствиям понятно было, что, наверное, это не техническая ошибка. Я же не был на месте трагедии, но я общался в тот день с людьми, которые были на месте трагедии. И я думаю, что прекрасно понимали, но почему весь мир, который не имел доступа к месту трагедии, выводы быстро сделал и публиковал, а мы постфактум, по сути, все это делали. Вот тут, я считаю, много вопросов. И вопросов надо задавать конкретно к тем службам, которые этим занимались. Андрей, ну теперь я хочу поговорить с вами как с постаковедом, человеком, который много путешествует, много знает, много видит, просто, что называется, из первых хост. Давайте поговорим немножко о ситуации на Ближнем Востоке, потому что в какой-то определенный момент, когда иранцы обстреляли военные базы США, возникло такое чувство, что вот-вот и, собственно говоря, начнется война между США и Ираном. И когда Трамп выступил и сказал, что нет, войны не будет, то как-то создалось впечатление, что как бы вроде этот инцидент исчерпан. Но затем падение самолета, затем протесты в Иране, затем, вот я вижу, я понимаю, что у вас тоже газеты. И снова вдруг возникло чувство, что нет, ничего так просто не закончится, и ситуация накаляется. Я так понимаю, Трамп выступил в поддержку протестующих, там своя история. А вот давайте немножко об этом, что будет с Ираном, как будут складываться взаимоотношения между Ираном и США, приведет ли это к новой войне на Ближнем Востоке, и кто тогда может участвовать во всех этих схватках. Вот набрасываю такой большой вопрос, потом буду уже... Да, я свое ощущение могу вам рассказать. Я когда приехал 6-го числа, первое, что сделал, я купил местные англоязычные газеты, потому что я форси не знаю, арабский язык я знаю, но форси я не знаю. Но такие газеты, как Терран Таймс, вот 8-го числа и 6-го числа, они все были посвящены, естественно, похоронам генерала Сулеймани, это хорошо видно. И очень много политических высказываний всех ведущих лиц было, и экспертов связано с тем, что нужно каким-то образом отомстить американцам за убийство генерала Сулеймани. Не только же генерала Сулеймани убили, убили же и еще Аль-Мугандиса, это высокопоставленный был человек иракской разведки. Его тоже привезли на похороны в Иран. И он тоже как мученик у них оплакывался. И огромное количество консервативной части населения Ирана вышло на то, чтобы проводить их двух людей, поскольку они очень значимы были для консервативной части общества. Я лично видел издалека начало процессии похоронных в Тегеране 6-го числа, то я могу сказать, что на сегодняшний день убийство генерала Сулеймани объединило консервативных иранцев против внешних врагов Ирана. Исследовательная консервативная часть общества иранского поддерживает нынешнее руководство Ирана, в том числе и духовное. Поэтому там внутри есть большая поддержка нынешней политической системы Ирана. Это факт, я это видел. И я думаю, что это определяет внутриполитическую ситуацию. Да, есть либеральная часть, есть люди, которые вышли на улицы вчера и сегодня выходят и недовольны результатами расследования по поводу сбитого Боинга, поскольку большинство погибших, как вы знаете, на Боинге это были этнические иранцы. Естественно, это возмутило часть общества, особенно молодежь. Но всегда есть какая-то причина, которая политизирует внутриполитическую ситуацию в Иране. То бензин, когда подорожал несколько месяцев назад, вышли люди на улицу. И я приведу пример. Аналог подорожания был с 3 гривен до 6 гривен. То есть 1 литр 2 гривен стоил, 6 гривен это последствия он стал стоить. Но для нас это мелочи, образно говоря, небольшая сумма. Но для иранцев это, в принципе, тоже не так-то дорого. У них высокие зарплаты. 300-400 долларов иранцы зарабатывают. Экономика работает Ирана очень хорошо. И это не бедная страна, это богатая страна, я считаю. Поэтому в любом случае часть общества восприняла это негативно. И периодически раз в полгода в среднем возникают такие ситуации, когда часть либеральная, часть общества Ирана выходит на протесты. Это же случилось, к сожалению, после трагедии с украинским самолетом. И когда я приехал 6 числа, и 7 числа в Тегеранском диалоговом форуме мы все эксперты со всего мира обсуждали будущее Персидского залива, будущее ответных действий Ирана, будущее ситуации в Иране, будущее Персидского, вообще в целом все обсуждали. И я честно скажу, что большинство экспертов было уверено в том, что ответ Ирана будет, но не такой скорый. И я задал вопрос, зачем Ирану отвечать, зачем Ирану так быстро ответ делать. И мне одни эксперты, иронисты опытные, сказали, что, Андрей, если Иран не ответит, в обществе внутри это не поймут, консервативная часть общества скажет, ну вот проявили слабость. И поэтому фактически мгновенный был ответ, 3 числа убили генерала Сульмани, в ночь с 7 на 8 были выпущены ракеты по американским базам, в день трагедии, по сути, с украинским самолетом. Поэтому Иран ответил вот таким образом, но, вот тут ответ на ваш вопрос скроется, почему дальше никто не пошел, почему не началась военная операция, почему Иран не провел более глобальные какие-то акции, или Трамп в ответ не совершил никаких действий. Мне кажется, на сегодняшний день ни Иран, ни США не заинтересованы в эскалации глобальной в Персидском заливе, поскольку, если брать акцент, вот аспект американский, например, атака американцев глобальная на Иран, я думаю, что сухопутная операция в принципе невозможна. Почему? Потому что вокруг себя Иран так грамотно построил дипломатию, что все соседи, которые граничат с Ираном, это страны, которые не хотят портить отношения с Ираном. Турция, например, союзник главного Ирана в регионе. Все торговые операции крупнейшие, все продукты, это все через Турцию. Турция сейчас главный союзник, причем это страна НАТО, обращаю в нее очень внимание. Они главный союзник в регионе иранцев. Афганистан, исторический союзник, он не хочет портить отношения. Я был на конференции, куда приехал Хамид Карзай, бывший президент. Он открыто выразился с критикой убийства генерала Суримани. Пакистан, он на сегодняшний день является очень проиранским по многим вопросам. Страны, допустим, которые граничат через море. Катар, министр иностранных дел Катара, был на конференции Аль-Ави, с которым встречался Зеленский, кстати, 3 дня назад. Ту фотографию мы всем помним. Это как раз была встреча с министром иностранных дел, не с султаном Аманом. Он был на конференции точно так же. Он высказался в пользу Ирана. То есть я к чему все это рассказываю? Потому что можно каждую страну взять, эти регионы. И эти страны, хоть и некоторые из них проамериканские, но они не хотят ругаться с Ираном, потому что они прекрасно понимают, что если начнется глобальный, скажем так, ненаучным термином замес, то это вылится на их страны. Если Иран начнет предпринимать какие-то действия по отношению к Израилю, к Арабским Эмиратам, к Дубаю, к другим странам, к союзникам США в регионе, то, естественно, это вызовет волну недовольства многими странами в мире по отношению к Ирану. И я думаю, вот тогда, может быть, США будут спровоцированы на какие-то глобальные действия. То есть на сегодняшний день ни Иран, ни США не заинтересованы. Более того, мне кажется, они заинтересованы в каком-то диалоге все-таки с точки зрения предупреждения конфликта. Зачем тогда эта история Сулеймани с его убийством? Потому что ведь вначале казалось, что это такой для Трампа удачный способ переключить внимание внутри Америки с импичментом на, скажем так, внешнюю какую-то маленькую победоносную войну. Извините за такое сравнение, может быть, не очень этичное. Но тем не менее. И вдруг убили Сулеймани, ничего не случилось. И на этом стоп. То есть вряд ли это тоже Трампу как-то поможет. Зачем вообще эта история? Смотри, есть официальная версия американцев, есть версия, которая озвучивается иронистами и востоковедами, которую я слышал на конференции. Версия официальная всем нам известна. То, что его убили для того, чтобы предупредить войну и так далее. Что касается неофициальной версии, то большинство иронистов и экспертов из разных стран, с которыми я общался в Тегеране на Тегеранском диалоговом форуме, они считают, что это был личный пиар-ход конкретно Трампа. И фигура Сулеймани, она не была такой прям судьбоносной, скажем так, для многих процессов на Ближнем Востоке. Да, он был важной фигурой, да, он был приближен к Али-Хуминеи, да, он был представителем стражей Исламской революции, к Сир. Да, это была очень влиятельная фигура, знаковая. Но все-таки многие эксперты считали, что это был конкретно пиар-ход. Вот когда американцы, прошу прощения, выбирали, какую операцию провести, и Трамп выбрал именно вот это. И, честно говоря, в очень неподходящий момент, очень неподходящий момент это было совершено, поскольку все прекрасно понимали, что Иран как-нибудь, да, ответит. И, естественно, это вызвало определенные изменения ситуации в регионе. Поэтому я думаю, что, наверное, у те эксперты, которые говорят о том, что, возможно, это был личный пиар-ход Трампа, да, то, чтобы поднять, как вы сами сказали, рейтинг там. Ну, так, на первый взгляд-то и мне, и вам, наверное, так было. Ну, это 90% так людей говорят. То оно вот так, наверное, и работало. Насколько это оправдано, мне кажется, это все очень сомнительно и дискуссионно. Ну, давайте теперь просто поговорим, насколько вы считаете, ситуация на Ближнем Востоке напоминает такую предгрозовую. Вот, или на самом деле все сейчас потихонечку сойдет на нет, сойдут на нет протесты в Иране. Или все-таки там что-то такое завязывается, что уже необратимо вылиться во что-то нечто. Что касается внутриполитической ситуации в Иране, я не вижу существенных тенденций к изменению политической системы. Большая часть иранцев, консервативной части, поддерживает на сегодняшний день нынешнюю политическую систему. И фактически убийство Сулеймани помогло, я понимаю, да? Да, оно сыграло вот такую вот как раз ответную реакцию. У меня все иранцы, когда я приезжал, я общался с представителями МИДа Ирана, с экспертами, с института международных отношений Ирана, они всегда говорят, Андрей, оно другую реакцию оказало. Даже те люди, которые, может быть, и не поддерживают политику Ирана изнутри, они, естественно, были очень сильно оскорблены, иранцы, убийством этого генерала. Они посчитали, что это лишняя вещь была, лишнее действие. Поэтому я не вижу тенденции к изменению существенной политической системы Ирана. Кто это может сделать извне? США, другие страны. Это очень сложно сделать, потому что, я подчеркну, Иран проводит очень грамотную дипломатическую работу. Вообще персидская дипломатия – это одна из лучших дипломатий в мире. Она насчитывает более двух тысяч лет, и персы всегда умели находить точки соприкосновения. У них даже есть пословица в Иране, что там, где нет посольства иранского или парсидского, всегда торговец персидский найдет путь и дорогу для общения. Поэтому они умеют выходить из сложных ситуаций. И их умение общаться со странами, которые дружат одновременно и США, вот с Украиной, например, с Польшей, они показывают, что все-таки пытаются каким-то образом мотивировать людей. Ведь между Украиной и Ираном нет проблем. Хотя мы фактически союзник американцев. Польша является очень давним, на самом деле, партнером. Это мало кто знает. Польша давно уже общается с персами, и в персидском языке фарси официально Польша называется ляхистон, то есть страна ляхов. И вот это слово ляхи, оно подчеркивает давность отношений. Украинцы называют, да, вот поляхов часто ляхами исторически, а на самом деле персы тоже называют. И несмотря на то, что Польша союзник американцев, никто не говорит полякам, вы должны дружить с нами, не дружить с персами. У них экономические отношения отличные между Ираном и Польшей. Поэтому иранцы делают так, что возле них либо есть страны нейтральные, либо всегда в каждой стране есть какие-то политические, религиозные группы проиранские. Вот я применю примеры, Ирак, шиитская группа. В Афганистане хазарейцы, их поддерживают фактически иранцы. В Пакистан Белуджи, их поддерживают иранцы. Допустим, Ливан, Хизбалла и так далее, понимаете. То есть там не получится с их территории изменить политическую ситуацию. Я тенденции не вижу. Что касается глобального конфликта, то, к сожалению, интуитивно, я как востоковед, я вижу слишком много сосредоточения интересов геополитических игроков в этом регионе. Прежде всего США, Россия и Китая в том числе. Очень глубокие противоречия между Ираном и Саудовской Аравией. Очень глубокие противоречия между, допустим, Турцией, с одной стороны, Ираном, и американцами, и Саудовской Аравией с другой стороны. Поэтому я думаю, что там скорее происходит необратимый процесс с точки зрения неизбежности крупного регионального конфликта. Но вот эти все действия Трампа, о которых мы говорим сейчас, это скорее всего действия Трампа, я имею в виду, направленные на то, чтобы деэскалировать ситуацию. Мне кажется, это больше попытка оттянуть неизбежность крупномасштабного конфликта. Кто с кем будет, это вопрос как раз открытый. Потому что на сегодняшний день я вижу как минимум несколько сильных союзников Ирана. Это Китай, это Россия, это Катар, это Турция. Против этих стран Америка и союзники не захотят идти напрямую. Вот интересно, вы сказали Америка и союзники, но ведь там же тоже интересная история. Потому что ведь, я так понимаю, Штаты вышли из договора, а европейские страны остались. В этом смысле, кто союзники Штатов именно на Ближнем Востоке по отношению к Араму? Саудовская Аравия, прежде всего, это очень сильный союзник. Во-вторых, это небольшие страны Персидского залива, какие как Бахрейн. Это Арабские Эмираты, это те страны, которые традиционно Иран критикуют. И я думаю, что сюда относятся некоторые страны, и Европа в том числе. Часть европейских стран, я думаю, что поддержат США. Но в этом регионе, в Персидском заливе, то тут сложности есть определенные. У американцев с союзниками. Да, у американцев тоже есть очень сильное влияние. И в Афганистане, и в Ираке. То есть, при желании они найдут базу, да, для плацдарм, для возможных атак на Иран. Но я думаю, что это вызовет недовольство. Вопрос в будущем. Будут ли россияне, китайцы и, допустим, Турция поддерживать Иран? Это вопрос сложный. Потому что ни Россия, допустим, ни Персия никогда не были друзьями. Это страны, которые ругались. Они всю жизнь воевали. Воевали за территорию, воевали за сферу влияния. А сейчас? Сейчас они дружат из-за Сирии. Им выгодно дружить из-за Сирии. И вот этот треугольник, Турция, Иран и Россия, это самый сильный треугольник на Ближнем Востоке. И, мне кажется, влияние американцев в сфере Азии, в этой части Азии, оно в последнее время уменьшилось. Оно уменьшилось не потому, что там Америка слабеет. Америка не слабеет. Просто, мне кажется, Ближний Восток не стал приоритетом для Трампа. То есть, вы сами помните, что при нем были выведены войска частично из Сирии, из Ирака. Это его инициатива была. Сейчас опять перекидывают туда войска. Но, в любом случае, мне кажется, что на сегодняшний день вот этот треугольник Иран, Турция и Россия, он определяет карту Ближневосточную. И исторически нужно понимать, что в свое время пакт Сайкса-Пико 1916 года, секретный договор о разделе Османской империи, он заложил основы серьезных противоречий. Потому что все, что сейчас все эти страны, которых идет конфликт или которые имеют тенденцию конфликта, это все страны, которые входили в Османскую империю. И когда был секретный пакт Сайкс-Пико о разделении сфер влияния между Великобританией, Францией и Российской империей в 16-м году, он был частично соблюден после Первой мировой войны. И страны были так поделены, вот эти все, Ливан и так далее, что уже тогда были заложены серьезные противоречия. Вот эти противоречия сейчас срабатывают, вот эти вот группы, там шииты, там шииты, там арабы, там персы, оно все вызывает определенное недовольство. И это мнение тоже большинства иронистов, которые присутствовали на конференции, которые я был. И были страны, которые дружат в США, был Кувейт, например, был Аман тот же самый, который является союзником США. Но эти страны, я вижу, резко выступают в большей степени против эскалации ситуации. Поэтому, если американцы примут решение проводить какую-то операцию, я думаю, что с союзниками, с нахождением союзников будут большие проблемы. Как повлияет на взаимоотношения США и России ситуация на Ближнем Востоке? Вы знаете, это такой же ключевой аспект их отношений, как и украинский вопрос. Украинский вопрос, он важный в внешней политике США и России, кто бы что ни говорил. И вот ситуация на Ближнем Востоке, она не менее важна. Наверное, все-таки она более важна для американцев. Потому что американцы исторически присутствуют активно на Ближнем Востоке. У них есть базы, военные базы в Катаре, Алю-Дейт под Дохой, базы в Саудовской Аравии, базы во всем Персидскому заливу. Израиль, союзник США. Россия и СССР не так были всегда активны в военном присутствии. В основном они точечно поддерживали Сирию и Египет по тем или иным вопросам. Но глобально активность была меньше. Потому что сейчас все равно, я думаю, остается определенный приоритет за этим регионом для американцев. Россияне пытаются сохранить какое-то влияние в Сирии прежде всего. Поэтому я думаю, что Россия и США будут бороться за этот регион. То есть вы думаете, они скорее конкуренты по отношению к этому региону? Сейчас да. Но не партнеры? Пока не партнеры. Я не знаю, что будет через год, через полгода. Трамп и Путин, они люди непредсказуемые. Они могут найти точки соприкосновения в этом регионе. Как, допустим, пошел Эрдоган с Путиным. То есть они фактически разделили между собой Сирию. Сирию, конечно. И Иран в том числе. То есть это страны, которые определили сферы влияния. Эти сферы влияния в ближайшее время будут сохранены. Их изменить невозможно. Они подкреплены военными операциями этих стран. И там крупные контингенты войск стоят. Поэтому я не вижу изменения ситуации. Что будет дальше, сложно сказать, куда дальше будет двигаться конфликт. Но мне кажется, все страны, которые находятся в этом регионе, они в сфере опасности. И нужно понимать, что этот регион не может быть стабильным с политической точки зрения. Еще больше усугубляет ситуацию масса конфликтов, которые происходят там, допустим, политических. Между Катаром и Саудовской Аравией. Эти две страны поругались. Слава богу, не было жертв. Ни одного человека не погибло между конфликтом. Но вот ссора Саудовской Аравии и Катара толкнула Катар на дружбу с Ираном. Ну там же не просто ссора. Они же там блокаду установили. Они же до сих пор не сняли блокаду. Экономически, да. И это толкнуло Катар на дружбу с Ираном. Не просто на дружбу на уровне поддержки, а на уровне экономической. Допустим, я знаю, что украинские бизнесмены отправляют товары в Иран. А поскольку нету сфифта, Иран использует доху Катар для оплаты многим украинским бизнесменам товаров. Иран использует Катар, Китай, Гонконг, Стамбул для финансовых расчетов. Поэтому мы должны понимать, что Катар сейчас фактически союзник Ирана. И если Солдовская Аравия или Катар захочет помириться между собой, естественно, Солдовская Аравия задаст вопрос Катару. Ты с кем? С нами или с Ираном? А каждый год все больше и больше отношений, все больше и больше теснее связи становятся между Катаром и Ираном. Поэтому я думаю, что здесь уже вот эта ссора, разборки в Пресидском заливе между семьями, королевскими семьями, арабскими семьями Пресидского залива, она усугубляет ситуацию. Я думаю, вот это будет везде видно так. Особенно это четко видно в сети противоречия на фоне Ирака и Сирии. Вот тут мы видим уже конкретные боевые действия. Весь учтите, что Иран поддерживал всегда осаду. И огромное количество иранцев воюют на стороне осады воевала. Я в Иране снял видео, фотографии выкладывал, где в каждой мечети, в каждом святом месте похоронены мученики, воевавшие за осаду, или, как они говорят, против ИГИЛ. Иранцев погибло очень много. Эти люди почитаемы все. Их хоронят публично в местах в тех, и они почитаются. Для Ирана это важная война. Для сдерживания ИГИЛ была, и для поддержки осада. Поэтому для иранцев это не просто так погулять. Иран это 82-миллионная страна. С Тегераном в 9 миллионов. С огромным влиянием в Лежнем Востоке. Поэтому это страна, которую не так-то просто дестабилизировать извне. Как вы думаете, закончится история взаимоотношений с этим договором между Ираном и США? Я думаю, так как и было сейчас. То есть не заключат никакой договор? Между США и Ираном я не очень-то в это верю. А вот европейцы, как всегда, продолжат эту свою прагматичную политику исповедовать. Так что США отступят ранее или что? Что вот так просто подвесить ситуацию, как вам кажется? Это же интересно. Приближаются же выборы президентские в Штатах. Что-то нужно решать? Я думаю, что Трамп может какие-то зигзаги показать нам, как он Северной Кореи сделал. Вот он нагнетал-нагнетал ситуацию, вправил флот берегам Северной Кореи. И все думали, я помню, комментировал даже у вас, все думали, что будут военные действия. А потом он взял и поехал встречаться первый раз в истории американск-корейских отношений, северно-корейских. Он не просто встретился, они там чуть ли не каждый месяц начали встречаться, он чаще, чем с Порошенко общался. Трамп с лидером Северной Кореи. Я уже молчу про дорожественных лиц американских. Помпео, который прям пхеньян полетел на самолете, в фейсбуке вывел фотографию. Трамп непредсказуем. Поэтому он может сделать непредсказуемые вещи, в части, в том числе, Ирана. Это может быть и военная операция, это может быть и какое-то сглаживание отношений. Ведь на сегодняшний день мы все понимаем, как Барак Обама договорился с иранцем. И тогда весь мир был счастлив, в том числе Украина, которая ждала, наконец, заседания межправительственной комиссии между Ираном и Украиной по экономическим вопросам. Когда Трамп изменил ситуацию, Европа раскололась в этом вопросе. Британия, главный союзник США в Европе, заняла проиранскую позицию, сохранение договора. И все торгуют Францией. Макрон вообще фактически выскололся в пользу Ирана, в своей речи недавно. Германия, Франция и Британия, они сохраняют отношения с Ираном. Не только они, там и Норвегия, и многие другие страны. Торговые, экономические, политические. То есть для них важно не ругаться с Ираном. Тут, видите, тоже ситуация не в пользу американцев. То есть здесь нужно либо как-то изменить подход к Ирану, либо как-то принять уже какие-то важные решения, которые могут изменить ситуацию. Но мне кажется, Трамп в ближайший предвыборный год на радикализацию ситуации не пройдет. Новая война, новые жертвы, новые разрушения – это не для Трампа. Трамп может показать силу, как он это гениальное дело с точки зрения пиара. Бомбу какую-то скинуть в Афганистане, сказать, что он всех уничтожил, там, врагов американцев. Провести какую-то операцию, пиар, вот что-нибудь, знаете, как суримония. Вот тут он и может сделать, но мне кажется, он не заинтересован в каких-то новых военных операциях. Сейчас в контексте очень сложной ситуации внутри США с точки зрения импичмента, вы же понимаете. Здесь еще одну проблему какую-то себе накануне выборов Трамп, я думаю, не хочет создавать. Ну и давайте немножко поговорим об эскалации в этом регионе и цене на нефть. Цене на нефть и эскалации в этом регионе. Вот какая связь, что в начале, что в конце и как это влияет вообще на расклады сил, в основных центрах силы, извините за это. Ну понятно, что за американцем и союзникам американцев в этом регионе выгодно, чтобы Иран был в санкциях, потому что Иран не может торговать своими природными ресурсами, энергетическими ресурсами. Таким образом, он не является конкурентом многим союзникам США в этом регионе. Поэтому я думаю, что санкции будут, естественно, соблюдены. Ирану никто не даст выйти на в ближайшее время мировой рынок, глобальный игроку, каким он мог быть несколько лет назад, когда было заключено вот это соглашение. Но и Россия, наверное, тоже заинтересована в этом, правда? По политическим соображениям, я думаю, что для России сейчас этот вопрос не принципиален. Понимаете, какая ситуация? Катар, например, один из мировых экспортеров газа, да, то у Катара и у Ирана, грубо говоря, трубы их, откуда они качают, в одну скважину вставлены, понимаете, в один шельф. То есть они так расположены, что в одно месторождение были воткнуты трубы. Естественно, Иран с Катаром не будет ругаться, и они, наоборот, договорятся. Тем более, Армузский залив, через который проходят мировые, мировые все, в большей части энергетических ресурсов, он контролируется разными странами, в большей части влияние Ирана. И недавно президент Ирана Рухани, он предложил так называемую и Армузскую мирную инициативу, направленную, первое, на свободу навигации, то есть чтобы и Саудовская Аравия, и многие другие страны пошли навстречу, и на свободное обеспечение прохождения энергетических ресурсов. Вот эта Армузская инициатива была направлена всем главным игрокам, в том числе Саудовской Аравии, главному противнику Ирана в регионе. Причем парадоксально, но Саудовская Аравия не отказала и не согласилась, они вот промолчали. Поэтому мне кажется, что ближайший 2020 год, нынешний год, он будет проходить под знаком попыток переговоров между непримиримыми врагами, то есть между Саудовской Аравией и Ираном, США и Ираном. То есть, с одной стороны, вы говорите, что возможна эскалация, которая надрастает, а с другой стороны, переговоры с... Неизбежно, если нужно тянуть эскалацию, нужно проводить переговоры. И самое интересное то, что мне интересно посмотреть, кто будет медиатором, кто будет посредником. А вы как думаете? Вот я позавчера давал комментарии к Катарскому, к Катарской газете ведущей, я сказал, что Катар будет, да, потому что Катар заинтересован. Но мне кажется... А вы просто хотели их порадовать или действительно так думаете? Катар действительно имеет хорошее отношение с США и хорошее отношение с Ираном. Но мне кажется, выступят все-таки традиционно какие-то сильные геополитические роки. То есть, либо это европейские страны будут, и, скорее всего, и европейские страны, и, возможно, будет и Россия, как главный партнер Ирана, геополитические в регионе. То есть, на сегодняшний день я вижу тенденцию к тому, что, скорее всего, переговоры будут проходить. И это выгодно самое интересное и Трампу в том числе. Потому что Трамп по политическим соображениям на сегодняшний день должен выйти победителем из ситуации. Он не может выйти проигравшим. Он должен показать американцам, что он сильный. Андрей, ну и последний вопрос. Дело в том, что в прошлом году мы часто говорили о том, что Россия укрепила свои позиции на Ближнем Востоке, но фактически участвуя в разделе Сирии, то, о чем мы говорили. Насколько вы подтверждаете или опровергаете этот тезис? И действительно ли Россия, укрепившись на Ближнем Востоке, стала удобным, скажем так, спарринг-партнером для переговоров с теми же самыми Соединенными Штатами Америки, чтобы какие-то дела на Ближнем Востоке порешать? То есть помните, как-то у нас говорили, кому звонить, если нужно позвонить Евросоюз? На Западе в прошлом году говорили, что если нужно решить вопрос на Ближнем Востоке, нужно позвонить Путину. Не знаю, насколько правомерно это заявление. Считаете ли вы, что этот год станет годом либо усиления, либо ослабления России? Мне кажется, что Россия не усилила свое влияние в последние годы, она скорее стабилизировала свое влияние, которое и так там было. После начала военной операции в ноябре 2015 года в Сирии. То есть произошла стабилизация влияния. Мы же видим, что россияне дальше не пошли никуда. То есть они не лезут в Ирак, где сфера влияния Ирана, допустим, и США. Они не лезут в другие страны. У них хорошее отношение у россиян с Израилем. Это, кстати, для Израиля хорошо и для России. У россиян есть свое видение процессов в арабском мире. У россиян внутри страны более 20% населения мусульмане. Поэтому я думаю, что россияне не захотят еще дальше в какие-то конфликты вступать в этом регионе. Им важно сохранить вот это влияние в Сирии. Оно достаточно для них, чтобы защитить свои интересы. Что касается интересов других стран, вот тут начинается самое сложное. То есть рано или поздно Путина, я думаю, будут просить и втягивать в какие-то союзы региональные. То есть либо с Ираном, либо с США, либо с Израилем. Россия будет пытаться, естественно, маневрировать между США, между Ираном, Израилем, другими сферами влияния. Насколько долго это получится, сложно сказать. Ведь изначально конфликт в Сирии, он начался в 2011 году, после арабской весны. И он шел очень долго. Россияне туда изначально не хотели, извините за жение, влазить. Это когда уже иранцы не могли сдерживать многие вещи. Иран был главным, Хизбалла, главными союзниками Асада. Уже в ноябре 2015 года было принято решение об военной операции России. То есть Россия тоже в последний момент туда пришла. И я не думаю, что россияне захотят дальше проводить какие-то военные операции по региону. Например, в Афганистане в том же самом. Поэтому Россия очень точечно действует. И мне кажется, она действует с точки зрения крайней необходимости. И была необходимость такая для них в Сирии. Сохранить Асада, сохранить свое влияние на цены на нефть, на газ. Возможно, не допустить какие-то ущемления своих экономических интересов. И самое главное, Россия получила хорошее отношение с Турцией и с Ираном. И мы видим открытие потока турецкого. Мы фактически увидели, как Путин сохранил свое влияние в сфере энергетики. И, кстати, Северный поток-2 это результат, в том числе, ближневосточных договоренностей. Поэтому на сегодняшний день Россия пока сохраняет довольно сильное влияние на Ближнем Востоке. Я не считаю, что это ключевая прям страна. Там, поскольку важные игроки, традиционные игроки, главные, такие как Саудовская Рави, это все-таки союзники США. И, наверное, американцы еще сохраняют влияние очень большое в этих странах. Потому что большинство военных баз это американские военные базы в регионе. Российских только одна, ну, две, образно говоря, в Сирии. И, кстати, сейчас ситуация же будет и в Ливии ухудшаться. Мы же видим, что Турция открыто поддержала национальное правительство единства. В то время как Хафтар, это человек, которого поддерживают американцы. И в Северной Африке ситуация непростая. Это тоже результат вот того разделения Сайкса-Пико в 16-м году. Потому что Ливия – это бывшая территория Османской империи. И Ливия была почти 300 лет в составе Османской империи. Поэтому Эрдоган, по соображениям геополитическим, он открыто поддержал и отправил войска, кстати, в поддержку правительства. Поэтому ситуация ухудшается. И весь вопрос в конечном итоге, какой будет расклад. Это как Вторая мировая война. Мы все думали, что в 1939 году, ну не все думали, а тогда думали люди, что Гитлер и Сталин – союзники в 1939 году. Ситуация поменялась. А американцы и Сталин были непримиримыми изначально врагами, капиталистами. А потом они стали главными союзниками. И американцы и россияне, они же никогда не воюют между собой открыто. Не было случаев войны. Они всегда, в конце концов, национально наговариваются. Поэтому тут какой-то расклад будет на Ближнем Востоке, пока сложно сказать. Ну и последнее, уже точно. Конечно, влияние Эрдогана и Турции на Ближнем Востоке, усиление Эрдогана. Что вы прогнозируете в этом году? Потому что, очевидно, столкновение Эрдогана со штатами. Вначале было вроде столкновение. Чуть ли там друг друга не готовы были стрелять, извините, да, союзники там по НАТО. Потом вдруг Эрдоган едет, во всем вроде договаривается с Трампом. Выглядит как бы все замечательно. Вот все-таки Эрдоган и Турция в этом году. Я думаю, что усилится роль Турции в этом году и в следующем году. Турция будет усиливаться, пока есть Эрдоган. И Эрдоган имеет большую поддержку внутри общества. И Эрдогана боятся все в мире. То есть никто не хочет с ним ругаться. Ни русские, ни американцы, ни иранцы. И Эрдоган имеет одну из самых сильных мусульманских армий в мире. Это армия боеспособная, она проводит операции в Сирии, в Ливии, в Ираке, против курдов в своей территории. Это может быть даже самая боеспособная армия исламская в мире. Эрдоган проводит блестящую экономическую политику. Все вот эти войны, которые ведет Турция, они не бьют по экономической ситуации внутри страны. Он находит пути сосуществования. При этом Турция сохраняет свой договор с НАТО. Если кто-то пойдет на Турцию, другие страны должны защитить НАТО. Турция проводит грамотную политику по отношению к Европе, по отношению ко всем странам. Поэтому пока есть Эрдоган, Турция будет усиливаться. Но я общался со многими людьми, экспертами из Турции, в том числе, которые были на конференции в Тегеране. И я понял, что внутри турецкого общества тоже есть очень жесткая поляризация консерваторов и либералов. И эта поляризация будет усиливаться. Нужно учитывать. С консерваторами вы приближаете к Эрдогану. Конечно. Потому что он классический консерватор. Вот либеральная часть, которую представлял Гюлен, который до сих пор жив, здравствует США. Он, естественно, пока молчит. Гюлен это, по сути, Сорос. Потому что Сороса фонды по всему миру, которых поддерживали многие бизнесмены из США, они очень влиятельны в Украине. А Гюлена фонды больше ста, он точно так же их открывал в каждой стране под видом гуманитарных миссий, под видом влияния Института гражданского общества. По факту Гюлен создавал сферу влияния в Турции и за рубежом. Как и Сорос создает сферу влияния в Украине и за рубежом. Гюлен и Сорос это одинаковые фигуры с точки зрения институционального влияния на международных отношениях. Просто для того, чтобы понять, кто это такие. Но Гюлена поддерживали США и Сороса поддерживает, по многим вопросам, определенные политические силы США, скажем так. Поэтому Эрдоган это все прекрасно понимал. И он сразу ограничил влияние Гюлена внутри страны. И переворот, который, судя по всему, хотел Гюлен спровоцировать, он тоже не получился. Из-за того, что грамотный, хитрый лист Эрдоган все это предвидел. Благодаря хорошим связям за рубежом. И сейчас он только усиливает свою роль. Я думаю, что Турция продолжит свое усиление при Эрдогане. Что будет после Эрдогана? Что будет в Турции позднего Эрдогана? Это как и предугадать, что будет в России позднего Путина, и что будет после Путина. Это очень сложно сказать. Тут эти страны похожи с точки зрения лидеров их. Пока тоже все вопросы открыты. Андрей Бузаров был сегодня у нас в гостях. Андрей, спасибо вам огромное, что вы выбрались к нам на прямой эфир. Мы были очень рады вас видеть. Спасибо большое. А вы оставайтесь с нами, мы продолжаем прямой эфиры на Украл ФТВ. Конечно, наш партнер, медицинский центр признав. Спасибо.